Добрый день, это новости на телеканале Югра. О событиях округа к этому часу расскажу вам я, Елена Келян. Более 27 тысяч югорчан проголосовали на выборах досрочно. Такие данные сегодня озвучили в Центральной избирательной комиссии Югры. Финальные цифры проголосовавших опубликуют уже завтра. В основном это представители коренных малочисленных народов Севера, которые живут в отдаленных районах округа, а также вахтовики. Также в ЦИК Югры рассказали, что регион полностью готов проводить большие выборы. Сейчас на всех избирательных участках идут последние приготовления. Расставляют столы и урны, на пол наносят специальную разметку. Бюллетени также находятся в местах для голосования. Напомню, выборы будут проходить три дня. 17, 18 и 19 сентября с соблюдением всех мер эпидбезопасности. Все избирательные комиссии оснащены у нас средствами индивидуальной защиты. Непосредственно как для членов участковых избирательных комиссий, так и для избирателей. В том числе оснащение идет для организации голосования на дому. Прошли тренировки, практические занятия по подсчету голосов. На сегодняшний день избирательная система вышла на этап готовности к этим трем дням. В Югре создадут систему сопровождаемого трудоустройства и проживания инвалидов. Об этом договорились представители профильных департаментов, депутаты и руководители некоммерческих организаций. Тему сопровождения людей с инвалидностью и технологии, которые позволяют делать это эффективно, обсудили на круглом столе в штабе общественных помощников «Единой России». В разговоре принимали участие эксперты Санкт-Петербурга, которые дали высокую оценку мерам поддержки инвалидов, созданным в округе. Однако все участники отметили, что не хватает согласованности в деятельности государственных органов, некоммерческих организаций и бизнеса. Изменить это положение вещей как раз и сможет система совместной работы. За образец, вероятнее всего, возьмут пример Санкт-Петербурга. Например, включены в процесс все, и школы, и колледжи, и центры занятости, вплоть до поликлиник. Понимаете, все знают о существовании, например, сопровождаемого трудоустройства. То же самое связано с проживанием. Там все знают, в Петербурге, ну это очень сильно развитая система, все знают, начиная от педиатра, который терапевт, который сидит на приеме, заканчивая учителем в школе, все знают, что существует такая форма помощи. Хантамасиска объединил владельцев Турбас, мастеров сувенирного дела и гидов. Сегодня в окружном технопарке стартовал туристический акселератор для предпринимателей, некоммерческих организаций, а также самозанятых жителей региона. Организовал акселератор фонд развития Югры при поддержке окружного департамента промышленности. Эксперты разберут проекты каждого участника, а также помогут вывести идею на новый уровень и улучшить бизнес-показатели. К акселератору подключились представители 10 муниципалитетов. Они изучают туристские бренды, узнают, за счет каких инструментов можно повысить прибыль, обучаться экскурсоводы, туроператоры, мастера, а также владельцы глэмпингов и Турбас будут до 13 ноября. А итоги работы подведут в рамках ежегодного туристского форума Югратур-2021. Акселераторы — это не новая форма взаимодействия с субъектами бизнеса. Это достаточно успешная, показавшая себя технология, которую мы сегодня впервые для туристской сферы используем именно в таком виде. Для чего мы это делаем? У нас есть очень жесткая нехватка и потребность в новых продуктах, в новых услугах, расширение сферы сервисного предложения на территории автономного округа. У нас туристическая база, у нас домики на берегу реки Опь, находятся они в отдалении от цивилизации. У нас есть проблема с тем, что у нас сезонность, то есть у нас загруженность базы — это в основном август и сентябрь, то есть когда приезжают рыбаки. А нам бы хотелось, чтобы и лето у нас было расписано все, и зима. А теперь к темам, которые наиболее активно обсуждают югорчан в интернете. Сургут вошел в первую десятку рейтинга самых быстро растущих городов Европы. Об этом пишет издание Visual Capitalist. На первой строчке расположилась подмосковная Балашиха, на второй — Тюмень, замыкнула тройку лидеров Тирана, город в Албании. Самый же большой муниципалитет Югры расположился на 10-й позиции. Город стабильно занимает лидирующие места по комфорту и благоустройству, качеству дорог, инвестиционной политике и строительству. По оценкам специалистов, население в Сургуте с 2020 по 2025 годы будет увеличиваться на 1-2% в год. Выпускники средних профессиональных образовательных учреждений Югры, которые учатся по творческим направлениям, получат отсрочку от армии для поступления в ВУЗ. Об этом сообщила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, поправку можно внести уже со следующего года. Инициативу поддержал директор Департамента культуры Югры Артур Латыпов. Для студентов творческих профессий важнейший фактор в обретении мастерства — непрерывный учебный процесс и постоянная исполнительная деятельность. «Длительные перерывы, такие как армия, влияют на качество знаний. У ребят теряются навыки и умения», — сказал руководитель департамента. 22 стены в 22 муниципалитетах Югры распишут мастера уличного искусства, участники стеритарта экспедиции «Югра-2022». Мероприятие приурочено к 44-й Всемирной шахматной олимпиаде и Конгрессу ФИДе. Летом следующего года они пройдут сразу в двух городах — Москве и Хантамансийске. В росписи стен югорских городов принимают участие 13 лучших художников Югры, Тюмени и Екатеринбурга. Серию из уличных картин закончат до конца сентября. Она будет посвящена магической природе ума и гостеприимству нашего региона. И к новостям культуры. С 17 по 19 сентября в Хантамансийске пройдут гастроли Астраханского театра кукол в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Кукольники с юга привезут три спектакля — «Дождь и белая», «Папа мучительная» и «Папам учительная сказка» — «Маленький ослик в волшебном лесу». Это прекрасный шанс для юных зрителей познакомиться с постановками другого региона. Все показы пройдут на малой сцене Хантамансийского театра кукол. А теперь события спорта. Завтра, 17 сентября, в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко стартует открытое региональное соревнование по гонкам на лыжероллерах. В состязаниях будут участвовать 150 спортсменов из Хантамансийска, Нижневартовска, Нягани, Урая, Нефтьюганска, а также Сургутского, Кандинского, Березовского и Октябрьского районов. Завершатся соревнования 20 сентября. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 13 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 72 рубля 85 копеек. Стоимость европейской валюты также поднялась в цене на 7 копеек. За один евро сегодня предлагают 86 рублей 6 копеек. В Пытьяхе прошел этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению. В нем приняло участие 28 любителей громкой музыки. Это не только Пытьяхцы, но и жители Пойковского, Нефтьюганска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, а также гости с Ямала. Местом состязания стала просторная стоянка горнолыжной базы, специально подальше от жилых домов. Соревнования проходили по системе ТОП-ДОК. В этом формате стать участником может абсолютно любой автомобиль и абсолютно любая звуковая система. Победитель в состязании определяется по наибольшему количеству баллов. Участники управляют регулятором с целью достижения среднего показателя громкости. Сильнейшим звуковиком стал югорчанин Дмитрий Ямашев. Это покажет людям, которые считают, что автозвук это плохо, что все ребята, которые ночью громко слушают музыку под окнами, мы таким не занимаемся. Мы делаем это в гараже в это время, мы готовимся к соревнованиям, мы развиваем дисциплину. Это не самый легкий процесс, нужно очень много знать, нужно очень много читать, просто так взять, приехать и победить не получится. Ребята, кто приезжает на соревнования, они борются с теми, кто постоянно включает музыку ночью, они не считают их как таковыми автозвукерами, потому что это неправильно. И в интернете даже есть кодекс СПЛщика, и там первым пунктом указано в том, что не мешать гражданам. Югра одержала пятую победу подряд. Накануне состоялась очередная игра высшей хоккейной лиги. Югорчане на домашнем льду принимали тюменский рубин. До середины третьего периода подопечные Вадима Япончинцева вели с комфортным перевесом в счете, забросив две шайбы в ворота гостей. Но рубин смог отыграться за 10 минут до конца основного времени игры. Причем сравняли счет тюменцы за 8 секунд до финальной сирены. Судьба матча решилась в овертайме. 3-2 Максим Веревкин принес Югорчанам пятую победу подряд в новом сезоне. И шайба в воротах Максим Веревкин. Супер матч, мне кажется, правда. Дерби оправдала себя. Вообще две команды сегодня играли в острый хоккей, где-то даже немножко открытый. Мне кажется, даже так лучше, когда дерби проходит без моментов, так неинтересно. Сегодня было обилие моментов, поэтому здорово, здорово. И голы в итоге были. Хороший матч. Страсти кипели не только на льду. Маскоты обеих команд устроили настоящий танцевальный батл. Вызов Мамонту Пархому бросил Соболь Ярик. Этот маскот стал первым гостем на арене Югра. Кто же победил, судите сами. На этом все. Развитие событий в следующих выпусках. Главное событие дня в 18.30 на телеканале Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова